День открытых дверей в торгово-промышленной палате – мероприятие традиционное. Проводится оно для тех, кто хотел бы стать членом палаты, но пока имеет ряд вопросов. К примеру, чем же торгово-промышленная палата может помочь в развитии бизнеса? Иван Белянин, генеральный директор палаты, рассказал немного об истории создания палаты в России, и в частности в Дмитровском районе. Стоит отметить, что наша палата объединяет три района – Дмитровский, Талдомский и Клинский. Это 473 предприятия и организации. По словам Ивана Белянина, основная задача каждого предпринимателя, вступающего в члены торгово-промышленной палаты, – это развитие своего бизнеса. Так вот, палата дает для этого немало возможностей. Работает Центр деловой активности. Членам палаты предоставляется информационная поддержка. В рамках обучения проводится немалое количество семинаров. Президент Дмитровской торгово-промышленной палаты Валерий Логачев отметил, что членство в палате позволяет предпринимателю максимально сократить риски, которые возникают у каждого, особенно в столь непростое время. К работе в палату привлечены лучшие специалисты из различных сфер, которые способны оказать грамотную помощь представителям бизнес-сообщества. Специалисты создают при палате отдельные советы. К примеру, в прошлом году было создано два совета – Совет банков и страховых компаний и Совет, который объединил всех, кто работает в сфере недвижимости. По мнению Натальи Малышевой, вице-президента торгово-промышленной палаты, работа в Советах дает свои положительные плоды. По крайней мере, те люди, которые обращаются в палату за помощью, ее получают. Сначала человек в палату приходит, пусть у него будет сегодня какая-то проблема, какая-то просьба. А дальше мы ему расскажем, что он еще не знает и обязательно предложим другие услуги. И надеюсь, что у нас все получится. Представители торгово-промышленной палаты пригласили всех присутствующих на этом мероприятии принять участие и в других событиях, происходящих в палате, чтобы потом было легче принять важное решение о вступлении в члены Дмитровской торгово-промышленной палаты. Продолжение следует...